Всем привет! Вы на канале Mr. Fox Axe, меня зовут Антон. Ну а сегодня, наконец-то, мы дождались новинку от компании Samsung, топовые смартфоны Galaxy S22 Ultra. В этом видео посмотрим на Ultra. У меня вот таких два цвета. Это бургундий, ну такой как медный, темно-медный и зеленый. Вот новый такой цвет вышел, кстати, тоже красиво смотрится, необычно. Еще есть черный и белый. По поводу белого пока непонятно будет на России или нет, но черный есть. Черный такой, ну обычный матовый. Я взял просто необычные цвета, чтобы посмотреть. И, как видите, палитру цветов взял всяких разных. Книжка, силиконовые, там кожаные, не кожаные, с хлястиком, без хлястика. Короче, и много чехлов очень крутых на него тоже есть. Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете. Сам аппарат по дизайну выглядит, камера, вот так. Как-то они не сильно, кстати, на самом деле выпирают. Я думал, больше будут выпирать, но как бы есть, что выпирать, но не сильно. По вообще, по дизайну, по ощущениям это Note 20 Ultra. Вот прям вот не тая, не скрывая, прям Note 20 Ultra здесь никого не секрет. Да ладно, да ладно! Также стилус. Стилус у нас у всех будет черного цвета, но вот этот вот кончик, он будет бронзового цвета. Работает, если вот так вот. Давайте зайдем в настройки. Посмотрим, что бы дисплей у нас здесь имеется. Дисплей. Планы с движением мы видим адаптивные 120 Гц, либо стандартную 60 Гц можно сделать. Давайте выходим назад. Зайдем в сведения аппарате. Сведения APO, версии One UI 4.1, Android 12. Это все понятно у нас. Galaxy S22 Ultra, порядковый номер SMS908B DS. Снизу у нас динамик Type-C зарядка. Зарядку, кстати, он поддерживает до 45 Вт. Просто похлопает. Вот, вот к этому уже стремится, стремится. Еще подождите немного. Ну ее, соответственно, отдельно надо будет приобретать. Стереодолби Atmos динамик. По экрану мы имеем 6.8 диагональ. Разрешение 3088 на 1440 точек. 120 Гц. И это динамик AMOLED 2X у нас стоит. По процессору это будет у нас Exynos 22.0, 4 нанометровый. По аккумулятору 5000 А, беспроводная зарядка, защита от воды. Это все тоже есть. По камерам 108, 12, 10 мегапикселей. Фронтально идет 40 мегапикселей. И трехоптический еще у нас зум имеется у фронтальной камеры. У основной камеры это 10-оптический зум. Давайте также зайдем в настройки, посмотрим, что у нас по памяти. Обслуживание устройства. Здесь мы видим память у нас на 128, 8 гигов оперативки. Также еще будет 256 и на 512. Это будет 12 гигов оперативки. И также еще тоже неизвестно, поступит на Россию в продажу или нет. Это на 1 терабайт. Также давайте откроем слот сим-карты, посмотрим, что у нас. Он поддерживает, не поддерживает. И здесь мы видим сим-карты 1 и сим-карта 2. То есть аппарат карты памяти не поддерживает. Ну, здесь вот видно мембрана есть. Вставляем обратно. В общем и в целом, если говорить, это прям вот по дизайну, по размеру, по ощущениям. Ноу-20 Ultra только вот улучшили камеру, сделали мощнее процессор. Заявляют, что типа того аккумулятор будет поинтереснее держать, не будет греться, как допустим. Ноу-20 Ultra грелся, хотя я не помню, что он особо грелся. Ничего не сказать. Дизайн прикольный, все нравится. Камера тоже в принципе неплохо смотрится. По весу это 228 грамм. И теперь давайте я вам покажу чехлы, как будут чехлы. Вот давайте еще зеленые вот так покажу. Зеленые, они все переливаются, матовые. Вообще прям класс смотрится. Вот так, вот так, вот так. Рамки прям все вообще. Ноу-20 Ultra, который был. Ноу-20 Ultra сколько раз сказал? 20 раз уже на... Кстати, переходите у меня на мой канал. У меня есть видео, где я там как клею на Ноу-20 Ultra стекло. Тоже может быть полезно посмотреть. Да вообще в принципе много обзоров. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете по поводу такой модели. Ну а мы приступим к чехлам. Давайте начнем с самого простого. Это вот такой вот у нас идет родной прозрачный чехол. Открываем его. Так, сейчас тут аккуратно. Раз. Два. Вот такой вот. Здесь по бокам он идет такой силиконовый, мягкий. То есть вот. Здесь уже спинка такая твердая. Давайте оденем, посмотрим, как это будет выглядеть. Камера полностью... Ну, кстати, камера вровень. Он как-то вот... Он чехол не выпирает. Если что, камера здесь прям открытая. А так по всему периметру телефон защищен. Смотрится стильно, идеально. Четко. Получается у вас действительно. Неплохо, я бы сказал. В сторону. Теперь перейдем вот к такому силиконовому в цвет. Кстати, цвета у этого силиконового тоже разные. Есть и мятный, и белый, и черный, и бургундий цвет. Это вот я фиолетовый взял. Откроем, посмотрим сейчас. Прям запечатано на совесть. Открываем. Достаем. Это что за такое? Ну, это софт-тач. Да, это софт-тач. Внутри он мягкий. Одеваем. Так, что-то тут пошло не так. Ну, так. Здесь... Это как прозрачный, только вот софт-тач. Не особо увеличивает, кстати, размер аппарата. Но при этом бортики здесь выступают. Камера тоже не особо защищена. Ну, как... Потому что вот эти стеклышки, они все открытые. Он вровень с чехлом идет. Убираем этот тоже чехол. Приступаем к следующему. Вот, если что, есть вот такие цвета тоже у него. Вот этих чехлов. У силиконового, то, что я вам достал. Давайте еще открою вот этот. Бургунд. Бургунзи откроем. Также, ребят, не забывайте переходить на мой канал. Подписываться на меня. Порассматривать мои старые видосы будет очень приятно. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Вот такой вот у нас бургунди цвет. Это вот прям вот типа в цвет, в цвет. Выглядит... Ну, то же самое все. То есть, по камерам. Ну, вот такого цвета. Давайте в сторону. Теперь мы оденем, давайте, вот такой вот. Protective Strading Cover. Это типа супер защищенный. Там от ударов, от падений, от кидания его ввысь. Такая накладка задняя. О, круто смотрится. Прозрачный, конечно. Еще есть такой черный. Это подставка типа ставится. Давайте зеленый сюда оденем. Вот так вот выглядит вообще классно. Мне нравится. Типа его можно вот так как-то ставить. Можно, наверное, вот так поставить. Можно вот так. Ну, такой тоже прикольный чехол. Здесь по камере уже прям он выпирает, защищает. Вот если посмотреть, они внутри там. Вот это прям защищает и камеры, и весь периметр смартфона. Так что неплохой чехол. По чехлам я цены, ссылки все подгружу под видео. Можете потом зайти, посмотреть. Сколько, что, почем. Но сразу скажу, по-моему, от 2,5 тысяч чехлы начинаются. Ну и там доходит, условно говоря, до 7, до 8, до 10 тысяч за чехол. Ну, а что вы, хотели аппарат за 135 тысяч, за 125 тысяч, а чехол за 500 рублей, дети? Не, так не получится у Samsung. Переходим к следующему чехлу. Давайте оденем теперь книжкой. Хочется мне на эту книжку прям очень посмотреть. Необыкновенно выглядит. Хотя книжками я не пользуюсь. Ну, посмотрим, что здесь за книжка. Достаем. Ой-ой-ой, тут пока разберешься, как это все распаковать. Достали. Книжка выглядит у нас вот таким вот образом. Здесь будет, соответственно, время, дата. Не открывая, можно будет отвечать, разговаривать. Также он разблокирует его. Ну, это стандартные книжки, просто изменили уже окно здесь. Да, неплохо смотрится. По весу и по габаритам особо не прибавляет. Да, ничего, такой чехол. Но он стоит, наверное, где-то порядка 8 тысяч. Убираем его тоже в сторону. Теперь давайте перейдем к такому тоже прозрачному. Но здесь тоже уже подставка идет у этого чехла. Откроем, посмотрим, как это тоже выглядит. Короче, обзор не на телефон, а на аксессуары к нему. Я так понимаю, у меня это видео будет. Ну, не знаю, хочется показать все чехлы, как смотрятся. Если кому это было полезно видео, поставьте лайк, напишите комментарий. Что думаете, по чехлам, по самому смартфону? Ну, блин, здесь такой вот набалдажник. Я не знаю, как это вот. Вот как-то вот так вот он торчит. Но можно, типа, вот так поставить. Типа, вот так поставить, смотреть видосики. Вот так поставить, чуть-чуть наклонить он держится. Прикольно, удобно, но насколько она долго продержится, это раз. И вот это вот постоянно, вот это вот здесь, что он будет как-то вот... Ну, не знаю, не могу сказать, что и хороший, не могу сказать, что плохой. По камерам тоже здесь защиты практически нет. Все линзы открытые. Снимаем этот чехол тоже. И последний чехол, мы на него посмотрим. Это у нас идет вот такой вот, как на Z Flip ушел с лентой, держать там на ремень, куда цеплять. Давайте откроем его, посмотрим, что это за чудо-юдо рыбокит. Вот, открываем, смотрим. Это, грубо говоря, тот же самый силиконовый вот этот, но вот с этим хлястиком. Ой, не знаю, для чего вот эти хлястики, мне что-то как-то это вообще вот это не прикалывает. Ну, типа, удобно вот так вот его держать. И что, и как одним пальцем пользоваться. На ремень пристегнуть. И вот так вот ходить. Окей, повесить, может быть, да, можно. Кому-то кто-то удобно реально носит вот так, чтобы на груди телефон был всегда под рукой. По камерам здесь уже защита есть, кстати. Они углублены здесь, здесь вообще вот так. По поводу защиты, здесь все на хорошем уровне. Ну, вот такой вот у нас последний чехол на обзоре. Обзор чехлов. Не, ну а что, 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 надо все посмотреть, все потрогать, пощупать. Закрываем. Значит, если что сказать по аппаратам. Дизайн, вообще, изменения только по камере. То есть, это тот же Note 20 Ultra. По дисплею там, то есть, это вот прям вот, я говорю, держу Note 20 Ultra, как вот клеил у себя на видосе стекло. Вообще разницы никакой нет. По камерам, да, мы имеем изменения. Улучшены линзы, оптический зум. По фронтальной также имеем улучшение. Это трехкратный оптический зум. 40 мегапикселей. По процессору очень хочется его проверить на тесте. По играм в Antutu его прогнать. Там, троттлинг-тест на нем провести. Как он себя будет показывать. Exynos этот 2200. Все кричат вокруг, что он просто топ-топ-топ. Хочется вот прям проверить, так сказать, провести тест. Жесткий над этим процессором. И, соответственно, я это видео запишу, сниму. Постараюсь в ближайшее время затестить этот аппарат. Так что, ребят, пишите свои комментарии. Что думаете по самому смартфону. Что вообще, как вам первое впечатление, взгляд там. Что думаете об аппарате. Как чехлы вам? Какой чехол? Пишите в комментарии, понравился. Все ссылки на аппарат, на чехлы, на все тоже оставлю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. До встречи.